ПРО ЖИЛЬЁ Всем привет, с вами ПРО ЖИЛЬЁ. Сегодня будем подводить итоги рынка недвижимости в 2022 году. И поможет нам в этом Павел Кочкин, учредитель и генеральный директор MarketPro. Всем привет, привет, ребята. Ну что, как бы вы оценили ситуацию на рынке недвижимости в 2022 году? Ну, ситуация на рынке недвижимости на конец 2022 года интересная. И, собственно, вторичка стоит впервые вообще за 20 лет моего опыта на рынке недвижимости на 15% дешевле новостроек. То есть раньше, если это был, понятно, инвестиционный контракт, когда ты покупаешь строящееся жилье, но строила там на 10% дешевле, да, чем вторичка, сейчас ситуация другая. Довольно интересные перспективы развития у этого перекоса. Ну, понятно, что это все началось еще где-то, наверное, с середины 2021 года, когда вторичка с новостроеками сравнялась по цене. Понятно почему, потому что возникла история с льготной ипотекой, да, затем возникли всякие инициативы с субсидированной ставкой, и люди фактически закрывали глаза на стоимость, конечную стоимость недвижимости и покупали, и покупают, продолжают покупать способность платить. То есть люди смотрели на то, сколько в месяц будет ипотечный взнос. Ну и вот этот перекос, он, конечно, сейчас очень интересные, очень такие неоднозначные перспективы рынку готовит. Ну, потому что, если задать себе вопрос, да, вот у меня, не знаю, есть 15 миллионов рублей, я хочу купить там трехкомнатную квартиру, да, и у меня есть прекрасные две опции, да, либо купить стройку, не знаю, там 90 метров, там 100 метров, которая закончится через два года, еще, скорее всего, придется ремонт делать, да, или, окей, пойти купить на вторичке такую же недвижимость, но в ней уже будет ремонт, хоть какой-то, пусть пошатанный, да, в ней будет мебель, то есть можно зайти и жить сразу. Вот, и, собственно, в этих условиях нам придется, ну, в плане рынка новостроек придется вот входить в 23-й год. То есть вторичка и дешевле, новостроек много на рынке, да. Вторая вот как раз история здесь связана с тем, что мы работаем, известно, от Калининграда до Владивостока, да, и в целом последние годы количество контрактов с застройщиками у InMarketPro существенно не менялось. В общем-то, большинство застройщиков мы как сотрудничали два года назад, так и продолжаем сотрудничать. И количество ассортимента, то есть одновременно доступных квартир к покупке на новостройках, у нас в системе было порядка 10 миллионов метров. В ковид, это шибко не менялась, цифра. То есть на 1 апреля 22-го года в системе так и было 10 миллионов квадратных метров недвижимости в InMarketPro. Вот по состоянию на 1 декабря в системе InMarketPro 15 миллионов квадратных метров. То есть, чтобы вы понимали, я это называю затоваренный сервис. То есть когда у тебя на складе было 10 миллионов чего-то, да, единиц, стало 15 миллионов единиц. То есть вот в 23-й год мы входим с двумя такими вот весомыми метриками, с которыми будет сложно работать. То есть вторичка дешевле новостроек. Кроме всего, 1 января сократится разрыв между льготной ипотекой и нельготной. То есть если это было 7% на текущий момент, на вторичку мы брали кредиты примерно по 10,5-11, иногда и дороже, то сейчас это будет уже 8% новостройки и, скажем, 10,5 на вторичку. То есть этот разрыв сократился. Ну, кроме всего, Центробанк еще в лице Эльвира Набиулиной выступил и четко обозначил свою позицию, что там ипотеку за 1% давать не надо. Вот это тоже, конечно, приведет к тому, что, ну, либо ипотечный платеж вырастет, ну, в общем, сокращается вот эта вот компенсация государством разрыва в цене. Да, то есть новостройки станут дороже для конечного покупателя. Вот примерно такая ситуация. Ну, а тебе давайте какая-то вопроса, что с этим совсем делать? Нет, ну, что с этим совсем делать? Скажем так, для риэлторов не будет большой проблемой, что с этим делать, потому что риэлтор, он, в принципе, он, не знаю, он как биржа, да, то есть ему не так важно, что продавать, наверное, потому что он комиссионное вознаграждение получит и на вторичке, и в новостройках. Вот, если сейчас люди будут больше покупать вторичку, будут продавать больше вторичку, зарабатывать здесь. Но для застройщиков, конечно, это выглядит как вызов, потому что застройщики в другой ситуации из-за проектного финансирования, которое у нас государство там три года назад запустило, и сейчас уже это стандартный механизм реализации проектов. Ты как застройщик защищаешь проект на долгое время. Ну, то есть по большому счету приходишь в банк и говоришь, там, дорогой банк, дай мне кредит, вот мой проект, он будет реализовываться там два с половиной-три года, продаваться будет столько-то в месяц квартир по такой-то цене, да, и ты не можешь на середине проекта быстро изменить цены. То есть если у тебя вот в моменте вторичка оттягивает на себя покупательский спрос из-за более низкой цены, ты не можешь просто взять и снизить цены. Тендер пойти в банк, пересогласовать денежный поток, в общем, много-много различных действий сделать, чтобы это произошло. То есть у тебя есть довольно большая инерция. Вот, и здесь, пожалуй, остается не так много инструментов у застройщиков, вот таких тактических, моментальных, да. Ну, то есть первый, наверное, самый очевидный, но он может звучать консервативно, да, это вице-комиссионным вознаграждением. Ну, почему это будет работать? Потому что риэлтор, в принципе, очень сильно влияет на мнение своего покупателя, да, и если он понимает, что за новостройку, скажем так, он получит там сопоставимое вознаграждение со вторичкой, да, сделка сама по себе проще, то он может, ну, фактически переориентировать потребность покупателя в новостройку. На вторичке сделка сложнее, да, ну, собственно, поэтому ты всегда взвешиваешь, да, сложность против денег, это как бы любой человек так, как это, как говорил там еще Карл Маркс, да, капитал течет по пути наименьшего сопротивления, да, соответственно, здесь то же самое, да, то есть сделать больше, заработать больше, сделать меньше, заработать столько же. Выбирается всегда сделать меньше, заработать столько же. Вот, ну, есть и другие механизмы, которые, есть второй еще рецепт, наверное, как застройщикам, вот, оперативно можно повлиять на ситуацию, но этот рецепт я озвучивать бы не хотел, мы просто выходим с ним на рынок, то есть он Маркет Про предложит застройщикам этот инструмент, мы сейчас его обкатываем уже там с семью партнерами, с семью застройщиками, и мне кажется, он хорошо поможет тоже, как кейс решить, решить этот кейс непростой. Про жилье. Ну, давайте вспомним, как рынок переживал этот год, что было со спросом, с предложением, с ценами, как нам было весело в этом году всем. Да, уж повеселились. Ну, собственно, никакой секрет не будет в том, что два раза мы теряли, ну, то есть есть, в принципе, стандартная сезонность рынка недвижимости, да, то есть январь, февраль ниже, марта, апрель выше, май, июнь ниже, с июля до декабря обычно все растет. В этом году все было немножко нестандартно. В феврале-марте, в конце февраля-марте, понятно, был такой панический спрос, да, скупали все, что только можно. В апреле просадка была по некоторым городам, ну, по крайней мере, по нашим объемам, которые через Энерго, которые проходят там до 70%, при этом интересно, что, скажем так, восточная часть России меньше просела, то есть все, что дальше Екатеринбурга, просела меньше. Но западная часть просела довольно сильно. В августе, ну, скажем так, июль-август начался уже какой-то отскок, да, то есть рынок начал расти, но в сентябре, собственно, опять в конце сентября мы опять просели. И, собственно, октябрь-ноябрь. К середине октября стабилизировалась немножко ситуация. Ну, как стабилизировалась? То есть мы вернулись, по сути, рынок вернулся, наверное, там, к июльским объемам, да. Ну, в общем, вот этого классического осенне-зимнего сезона не случилось, который октябрь-ноябрь-декабрь. То есть, несомненно, декабрь – это больше продаж, чем в октябре, да, и даже больше, чем в августе, но это не классический декабрь, который многие называют «последний день жизни» или «последний месяц жизни» и сметают опять все, да. Какая-то такая обстановка. Поэтому нестандартный год, и рынок ведет себя нестандартно, скажем так. Ну, и общий объем продаж, конечно, ниже, чем в 2021 году и в 2020. То есть, если в 2021 году у нас рынок новостроек был в рублевом эквиваленте 3,2 триллиона рублей по России, вот. Вот через Market Pro мы продали на 130 миллиардов рублей. То есть, это примерно, там, каждое, не знаю, примерно 3,5% в денежном эквиваленте прошло через нашу систему. То есть, там, каждая 25-27 квартира в России через нас. В этом году объем рынка в деньгах, я думаю, не уйдет за 2,4 триллиона, ну, то есть, вот, процентов 20 в деньгах. И то благодаря февралю-марту только, да, то есть, когда довольно сильный был всплеск спроса. Ну, 23-й год будет, наверное, еще веселее. Нет, сейчас про него тоже поговорим. А как на этом замечательном рынке, Market Pro находится между застройщиками и риелторами, вот как вели себя обе стороны? Застройщики и риелтори на этом странном рынке 22-го года? Собственно, застройщики, то, что я вижу, да, то есть, вот, когда мы каждый год, ну, собственно, каждая крупная компания планирует свой следующий год, да, и одна из метрик, на которую лично я опираюсь при планировании объемов рынка, это количество выданных строительных разрешений, да, и вот если брать, например, 20-й и 21-й год, то у нас был, это с точки зрения застройщиков, да, рост количества выданных разрешений на строительство. То есть, фактически, получая, ну, разрешение на строительство, застройщики голосовали за объем проектов будущего года, ну, вернее, будущих лет, ну, конечно, и будущего года тоже. Вот в этом году, да, по состоянию, вот, на середину декабря строительных разрешений получено застройщиками на 30% меньше, чем в 21-м году. Собственно, это о чем нам говорит, да, то есть, тут, как бы, две вещи сработали. И первое, понятно, это риски по рынку, то есть, застройщики многие, ну, скажем так, не рискуют входить в этот рынок с одобранным проектом, потому что у строительного разрешения тоже там срок годности есть, да, и второе, ну, вероятно, многие аналитики у застройщиков тоже видят некую затоваренность рынка новостройками, да, и попытка не брать эти строительные разрешения, она призвана решить вот эту проблему затоваренности, да, то есть, что нужно сделать, чтобы восстановить спрос, да, если у тебя много товара, ну, выпускать меньше товара, то есть, создать дефицит, ну, меньше предложений сделать, да. Но тут надо понимать, что инерция у рынка недвижимости огромная, да, и даже то, что мы сейчас там получили меньше строительных разрешений на 30%, все равно этот объем товара уже на рынке, и он не разбирается так быстро, как какие-то другие категории товаров, даже вот автомобили. Поэтому будет вот эта затоваренность присутствовать. С точки зрения риэлторов, очень интересную тоже метрику обнаружил, когда изучал поведение вот этой вот категории наших партнеров, то есть, какой сценарий инмаркет про, да, я покупатель, вы риэлтор, я прихожу к вам, озвучиваю свою потребность. Вы эту потребность фактически в виде поискового запроса вводите на инмаркет про, у вас получается какая-то выборка, и вы направляете мне, покупателю, который с деньгами физическому лицу, коммерческие предложения. Дальше, соответственно, я из этих коммерческих предложений как покупатель что-то выбираю, мы с вами там бронируем и выходим на сделку. То есть, классическая воронка, она была довольно стабильна по всем годам, ну, последние три года точно не менялась. Грубо говоря, 500-600 тысяч поисков в месяц совершали риэлторы у нас в инструменте. отправляли порядка 80-90 тысяч коммерческих предложений вот на этот объем, примерно 12 тысячам клиентов. Ну, то есть, у риэлторов было 12 тысяч клиентов, и вот они для них там в среднем по 9, по 8, по 9. В крупных городах больше, в мелких городах поменьше, ну, это зависит от объема ассортимента. И, собственно, далее это превращалось там примерно в 10 тысяч заявок. Заявками мы называем, ну, самой брони или фиксацией к застройщикам. И дальше уже там полторы-две тысячи сделок, да, застройщиков, которые реально уходили уже в Росреестр. То есть, вот это вот такой нормальный рынок, да, я для себя это вижу примерно как такую картинку, когда вот мы там, не знаю, в Икею приезжали, ты спокойно идешь по этой дорожке, выбираешь такой товар с корзиночкой, да, там, смотришь какие-то рюшечки, значит, их складываешь, да, там, такой, обивку кровати выбираешь, бельишко, да, там, не знаю, постельная или штора. И, значит, все в спокойном режиме, красиво приходишь на кассу. Это вот такой нормальный рынок. В терминах InMarketPro это выглядело, как я описал, воронка была такая. Ну, собственно, что произошло в феврале и марте? Это, конечно, был полный трэш, ну, имеется в виду последние недели февраля и марта. Собственно, количество поисков увеличилось, количество коммерческих предложений, которые риэлторы направляют покупателю, драматически упало, ну, то есть там он на порядок. То есть, грубо говоря, приходил покупатель, говорит, мне надо что-то скорее, в общем, купить. Риэлтор забивал этот в поиск, да, отправлял там, не знаю, одну-две презентации вместо десяти. Видимо, потом быстро звонили, спрашивали, а это вообще еще есть в наличии по этой цене? Да, есть. Ну, все, тогда бронирует. То есть вот упала проработка клиента в феврале-марте. Потому что это просто не требовалось, просто все мили. Очень высокий спрос был. Да, высокий спрос, не надо было прорабатывать, покупатели покупали все, что угодно дело. А с первого апреля ситуация очень сильно перевернулась. Стало меньше клиентов, ну, то есть меньше поисков вообще в целом, порядка трехсот, пятьдесят, четырехсот тысяч в месяц, ну, вместо, там, скажем, пятьсот, шестисот тысяч, да, в стандартном объеме. При этом, напомню, ассортимент рос на рынке, то есть с десяти миллионов до пятнадцати миллионов квадратных метров. Но количество презентаций очень сильно выросло. О чем это нам говорит? О том, что чтобы привести одного покупателя, с ним нужно работать плотнее. То есть, по сути, риэлторы, в общем-то, правильно себя вели в этой ситуации, да, как, как грамотные продавцы, если они видели хоть какой-то шанс, что покупатель готов на сделку, да, они его прорабатывали, там, не знаю, закидывали коммерческими предложениями, не знаю, предлагали, в общем, разные варианты, чтобы он хоть что-то выбрал. Ну, то есть вот риэлторы отработали таким образом, да, клиентов стало меньше, проработка их понадобилась больше, при этом, что интересно, вот фиксации брони примерно осталось на том же уровне, но конверсия в сделку тоже упала. То есть уже даже от момента, когда покупатель принял решение, что да, я готов это купить, он все равно может отказаться, да, или получить отказ в банке, или получить, например, не отказ, а какие-то условия, которые ему не подходят, ну, там, дорогую ипотеку. Вот такая картинка, она вот с апреля, в общем-то, пока не сильно меняется, да, то есть покупателей стало меньше, риэлторы работают больше, чтобы привести этого покупателя. Ну, это нам говорит о рынке, наверное, очевидные вещи, да, что как бы спрос осторожный сейчас. Ну, и тем более конкуренция со стороны вторички, она тоже дает себе знать. То есть увезти на новостройку стало дороже, сложнее, что ли, дольше для риэлтора. Вот такая картинка. Про жилье. А чему нас это все научило? Ну, риэлторов в первую очередь, есть рынок в целом. Хочется отметить, что, конечно, переговорная позиция у девелоперов, она изменилась. То есть они, если последний год можно было, ну, скажем так, делать то же самое, да, и получать продажи, растить цены, ну, просто рубить деньги по-простому, сейчас так уже не получается, и многие девелоперы, наверное, встали, что ли, в более открытую позицию к изменениям, да. То есть девелоперский бизнес, он довольно консервативный, особенно если мы берем, там, средние и крупные компании, да, там, небольшие компании, конечно, всегда готовы были там маневрировать, но средние и крупные, они довольно тяжело шли на изменение бизнес-процессов, коммерческих каких-то афишек. Вот. Сейчас это изменилось. Здесь, ну, наверное, вот такое существенное изменение здесь есть. Ну, а у риелторов, что заметно, что все становятся универсалами, да, то есть даже те, кто работал, например, только с новостройками, уже работают не только с новостройками, и в аренду ушли, и во вторичку. Очень, ну, повысилась, наверное, ротация кадров, и очень интересно, пришло много новых игроков. То есть мы, прорабатывая вот рынок риелторов с 2013 года, ну, в плане подключения к системе, да, в плане заключения с ними, там, выхода с ними на какое-то партнерские отношения, мы понимали, что мы довольно много видим одних и тех же лиц. Ну, то есть, там, скажем, человек уходит из одного агентства, приходит другое. Ну, в общем, такая ротация была людей в этом сегменте, но они работали там годами, месяцами, годами, в общем, долго. За последний вот квартал очень много пришло новых людей в отрасль. Ну, здесь, в принципе, причины мне понятны, потому что авторынок, как самый, наверное, сильно сдувшийся, да, в этом году, туристический рынок, и, ну, в общем, все перешлять не надо. Люди вышли без работы, продавцы, и идут в новую, ну, в какую-то нишу, которую считают, где хоть что-то можно заработать, потому что семьи надо кормить. Вот порядка 15% игроков пришло вот сейчас, в моменте, я думаю, что они продолжат идти в следующем году, думаю, прям много будет идти новых лиц на риэлторский рынок, как бы зеленых, да, то есть они из другой отрасли, но при этом они довольно компетентные продавцы, и, то есть тут тоже конкуренция вырастет, вот, это важно. Про жилье. Какие-то осторожные прогнозы на 23-й год? Вы уже сказали, что он будет еще веселее, чем на 22-й. Давайте попробуем пофантазировать, как именно. Когда мы свой бюджет планировали на 23-й год, исходя вот из всех вводных, которые я перечислил, то есть это затоваренность, конкуренция со вторичкой, снижение разрыва по ипотечным ставкам, да, ну, в целом какая-то такая неоднозначная ситуация для покупателей в долгосрок в стране. То есть мы для себя поставили там две цифры, да, то есть по объему рынка мы 23-й год по новостройкам видим падение примерно на треть по объему продаж к 22-му году, год к году, да. По ценам, причем это не обязательно прайсовые цены, это реальные цены сделки. Ну, то есть вы понимаете, да, что можно сказать, я хочу продать квартиру за 10 миллионов, но если на нее нет покупателя за 10, да, то приходит человек и говорит, я хочу за 9. Ну, как бы она повисит-повисит, но уйдет за 9 рано или поздно, ну, как ни крути, потому что товар не может, ну, все равно его надо продавать. То есть реальная, ну, и реальная цена сделки упадет примерно на 15% в абсолюте, да, в деньгах. То есть вот примерно такие метрики. Минус 30 по объему, минус 15 по цене. При этом я сравнивал вот по аналитике нашей системы, наших сделок, которые через нас проходят. У нас был август к сентябрю на 5% падение в деньгах реальной цены сделки, то есть среднего чека, да. Средний чек нам показывает, что сколько люди готовы платить, то есть готовы выложить, да, ну, либо в какие кредитные обязательства вписаться. С сентября к октябрю еще 5%, то есть на самом деле с августа до конца октября вот уже практически 10% средний чек просел, поэтому это довольно осторожное ожидание. Но опять же, я подчеркиваю, это год к году, да, то есть такие метрики мы заложили. Да, ну и, собственно, с точки зрения еще каких-то ожиданий, ну, то есть, несомненно, придется затоваренный объем, вот это перепроизводство, в общем, придется как-то продать, потому что если он не будет продаваться, то это совсем будет беда, но особенно для новых каких-то проектов. Но, с другой стороны, у новых проектов есть конкурентное преимущество, потому что они идут уже, то есть проектное финансирование согласуется на те реалии рынка, которые есть. По более низкой цене. Ну, то есть, да, по-простому, по-простому, да. То есть, ну, там, скажем, цена-то достигается за счет чего? Ну, за счет отказа от каких-то инженерных решений, архитектурных решений под упрощение, называем так, да. То есть, естественно, девелоперы упрощают проекты, цена ниже, но, скорее всего, и продукт будет, ну, иного качества, никаких тут чудес не бывает. Вот, мы же там все привыкли, что раньше там условные 100 рублей литр молока стоит, теперь 0,9, да, то есть молоко вроде тоже, но объем меньше, да. Вот, чудес никаких тут не будет. Вот, собственно, с этим будем жить, но вот такие примерно прогнозы. Про жилье. Ну, учитывая все эти прогнозы, что бы вы пожелали или посоветовали партнерам на этом рынке, который хоть и сложный, но все-таки есть в 23-м году, как нам все бы работать надо? Ну, застройщикам хотелось бы пожелать, наверное, какой-то антихрупкости. Наверное, сейчас самое время, да, пересматривать какие-то консервативные подходы в продажах. Ну, к продукту я не девелопер, да, мне сложно по продукту судить, там, по качеству материалов, там, архитектуре, планировкам, да, но с точки зрения вот коммерческого подхода к реализации, этот год, он, ну, надо перестроить. То есть то, что работало раньше, оно не сработает. То есть занимать открытую позицию, слушать, наверное, внимательно слушать и слышать те предложения, которые приносят партнеры, ну, в том числе, там, дилерские сети, да, там, у нас есть какие-то хорошие, ну, как на наш взгляд, хорошие, крепкие идеи, которые помогут, в общем, в этой ситуации держаться. Ну, вообще, любому бизнесу, да, это касается любого бизнеса, то есть это уменьшать фиксы, да, фиксированные затраты. По сути, это нормальное поведение в макроэкономике, когда рынок уменьшается, то есть наш общий пирог, он будет сжиматься, да, и нам надо на нем выстоять в этих условиях. То есть здесь никаких чудес нету, вот. Вот, а для риэлторов, я думаю, что тоже тут конкуренция будет увеличиваться, да, поэтому, несомненно, очень важно будет повышать компетенции свои, потому что, ну, конкурентной борьбе надо быть более компетентным, да, тем более, что мы не забываем, риэлторы продают, по сути, доверие, то есть риэлторы не продают недвижимость, у них ее нет в собственности, да, они продают доверие. Они монетизируют свои отношения с покупателем. Ну, конечно, диверсифицироваться, потому что, собственно, спрос на вторичку, он какое-то время будет, да, то есть я думаю, что вот 23-й год он будет под эгидой такого обратного схождения графиков, да, по цене новостройки ко вторичке. Причем вряд ли это будет, что вторичка вырастет до новостроек, да, скорее всего, что-то будет другое. Вот, ну, это вот мое ощущение. Ну, по крайней мере, какие-то взаимные, встречные такие движения будут. Год будет интересным, еще интересней и интересней, да, 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 вот мы уже все как-то побыли в шкуре профессиональных вирусологов, теперь мы тут были профессиональные политологи, а теперь нам всем надо стать профессиональными кризис-менеджерами, вот просто всей стране, да, 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 вот, наверное, такое пожелание и хотел бы нашим партнерам оставить. Хорошо, спасибо большое, мы вас поздравляем с наступающим Новым годом, желаем, чтобы в следующем году на все хватило сил и получилось адаптироваться ко всем новым условиям, ну, а MarketPro вам в этом всячески поможет. Спасибо большое, до свидания. Спасибо, поможем обязательно, идея есть, все расскажем. Хорошего года. С новостями. Всем пока. Про жилье. Спасибо. 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 Спасибо.